Всем мира во Вселенной! Сегодня в Неземном подкасте мы увидим уникальные фото космических объектов, узнаем, как отправиться в путешествие ближе к звездам и как сделать свою любовь к астрономии профессией. Об этом расскажет гость Владимира Сурдина, известный любитель астрономии Станислав Короткий. Итак, мы начинаем. Вперед к звездам! Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Комуна» университета МИСИС. Добрый день, друзья! Это Неземной подкаст, я астроном Владимир Сурдин. И сегодня у меня в гостях тоже астроном, только за свою работу он не получает зарплату, как я. Астроном-любитель, известнейший астроном нашей страны Стас Короткий. Привет, Стас! Добрый день, Владимир! Он один из самых активных астрофотографов. С этого мы и начнем. Пожалуйста, покажи нам, что у тебя припасено для нашей встречи. Ну, меня попросили отобрать 5-10 лучших фотографий или с интересными историями. Я вот хотел бы показать буквально подборочку из этих снимков. Вот этот мне дорог тем, что с него началась история следующего снимка. Ты был на борту МКС? Практически. Это самолет на высоте 10 тысяч метров, может, чуть-чуть пониже, пролетающий над Хибинами. Это у нас горы, расположенные в южной части Мурманской области. И видно, как города подсвечивают облака, которые над ними находятся. Там Апатиты, Кировск. И тут видно, собственно, сияние, слабую дугу, телец, созвездие, геады. И чем интересен этот снимок, что я его опубликовал, написал большое спасибо пилотам, потому что они в это время очень плавно вели борт. Видно, что даже звезды не размазались во время экспозиции. И этот снимок передали пилотам, они заинтересовались, завязалась дискуссия, переписка. И в итоге состоялся рейс, и мы полетели уже на солнечное затмение. Это гражданский рейс? Это гражданский рейс был. Это был рейс Мурманск-Москва в ноябре 2014 года. И буквально через полгода мы могли, организовали уже рейс специальный, тоже гражданский, но на солнечное затмение. Вон на корону солнца, да? Да, видна корона солнца, видно заревое кольцо. Это область, где еще не наступила полная фаза солнечного затмения. И, собственно, мы находимся сейчас в лунной тени. Слушай, 40 лет назад я тоже летал на самолете и тоже фотографировал, точно такую же картину видел. Это потрясающе, конечно. Да, это не передать никакими словами, поэтому хотя бы раз в жизни это стоит пережить. А как сделан снимок? Через иллюминатор? Да, через иллюминатор. И никакой грязи на иллюминаторе ничего? Мы попросили специально авиакомпанию, чтобы она почистила, а они понимали, что прицел. И этот рейс уникален тем, что он специально был спланирован. То есть мы специально полетели в лунную тень, сопровождали ее, чуть-чуть удлинило это продолжительное затмение. И, собственно, все, кто были на борту, это были любители либо профессиональные астрономы, которые специально покупали для этого билет. То есть для этого есть возможность практически у любого человека было, да? На тот момент это было очень дешево, мы поставили цену 10 тысяч рублей всего на этот рейс. Раз в жизни такое? Да, это было потрясающе. Это было в марте 2015 года. И я обращу внимание, те, кто были на земле в Риатле, видели это затмение? Это затмение мало кто видел, потому что... Облака, облака. А во-вторых, она проходила в основном по океанической территории. Это Северная Атлантика и Северный Ледовитый океан. Там был задет только Шпицберген, Фарерские острова. В Фареррах не повезло, было облачно. Вот, собственно, где-то в районе над ними мы пролетаем чуть дальше. В Шпицбергене повезло побольше. То есть они там, ребят, кто были, увидели затмение. Ну, вряд ли многие были на Шпицбергене. Да, это очень дорогое удовольствие. И оно было даже дороже, чем полет на самолете. Это вот, собственно, наша охота за сияниями. Мы находимся сейчас с вами осенью в Териберке, Заполярье. Уникально тем, что почему-то многие считают, что сияние можно увидеть только во время сильнейших морозов. Но это не так. Тут сейчас на улице плюс пять, плюс десять. За Поляным Кургом осенью относительно тепло бывает. Там Гольфстрим, он теплый. И вот мы, собственно, охотимся за сияниями в осеннее время. Илон Маск сообщил, что в августе будут завершены изменения в ракете «Старшип», и она снова будет готова к испытаниям. Напомню, это самая большая и мощная ракета, когда-либо создававшаяся для космических запусков. И большой шаг на пути к освоению Луны и Марса. Прошлый раз «Старшип» испытывали в апреле, но тогда ракета взорвалась перед отделением ступени. В тот день мы тоже кое-что испытывали. И гораздо более успешно, чем Илон Маск. Трансляцию запуска «Старшип», которую мы комментировали в неземном подкасте, переводили и озвучивали нейросети Яндекс.Браузера. И справились очень хорошо. Работает это не только с трансляциями. В Яндекс.Браузере можно искать и смотреть иностранные видео на русском языке. Вот так, например, недавно я смотрел запуск космической обсерватории Евклид. Скачал Яндекс.Браузер, написал поисковый запрос, перешел на вкладку «Видео» и нажал фильтр в переводе нейросетей. На экране появились видео с уже переведенными заголовками. Я просто выбрал нужное, и все. Спокойно посмотрел видео с переводом на русский язык. То, что вы видите на своем экране с левой стороны, это вид с корабля первой ступени, который в настоящее время спускается обратно на Землю. А вот как звучало видео на языке оригинала. Когда вы посмотрите на экране, на левом стороне вы видите с первой ступени, который сейчас направлен на Землю. Кстати, запуск обсерватории Евклид оказался удачным. Он открывает перед астрономами новые перспективы изучения Вселенной, так же, как новые возможности открывает для вас поиск и перевод иностранных видео в Яндекс.Браузере. Скачать его можно по ссылке в описании. Скажи, пожалуйста, это видит камера. С какой экспозицией? Тут экспозиция порядка 3-4 секунд. 3-4 секунды на современную электронную камеру. Глаза в этот момент что видят у человека? Хороший вопрос. Я тогда сразу перепрыгну и покажу видео. Дело в том, что у нас есть видеоролик, который показывает, как это видно глазом. Давайте посмотрим. Чтобы было понятно, что это не постановочное видео, мы выходим из гостиницы. Вот прямо камера видит меня в отражении двери. Я навожу камеру на небо. Вот что видит человеческий глаз. А это реально глаз. Это камера. Да, но это видео. 24 кадра в секунду. То есть выдержка 1,3 секунды. Ну а чувствительность? Чувствительность там 10 тысяч, 20 тысяч. Но у человеческого глаза ISO значительно выше. У человеческого глаза там, соответственно, ISO 100 тысяч. Поэтому вот то, что видит человеческий глаз, это вот примерно вот такая вот картинка. И динамика такая же, да? Вот так быстро происходит. Это еще не быстрая. Это еще средняя динамика. Дело в том, что бывают очень быстрые сияния. Вот сейчас попытаюсь найти. Это реальная динамика? Это реальная динамика с той скоростью, как видит человеческий глаз. Без ускорений, без замедлений. Как быстро. Это около быстрой скорости, но не максимальная. Бывает еще выше, она наступит где-то через секунды 3-4. Это надо помнить, что это на высоте нескольких сотен километров. То есть сотнях километров от нас. Значит, реальная скорость там очень большая. Ну вот сейчас видно цвет даже фиолетовый. Вот так вот глазом оно и видно. Тут, причем, обратите внимание, что даже подсвечивается горизонт сиянием. То есть видно море. Оно отражает. Свет ночного неба. Да, оно освещает прямо ночь. Она становится настолько яркой, эта ночь, что можно даже попытаться почитать газету. На фоне сияния видны обычные облака тропосферные. До них несколько километров, а до сияния несколько сотен километров. Именно так. Реально там летают космонавты на МКС. Сквозь это сияние они пролетают во время геомагнитных бурь. Именно так. Поэтому вот такие вот события бывают. И они, самое главное, легко доступны для наблюдателей. Так, а еще что-нибудь? Ну давайте вернемся к фотографиям, которые меня попросили отобрать. Самые интересные перед встречей. Метеорный поток Персеиды. Это, наверное, самый популярный у нас звездопад, который в России довольно хорошо виден в августе месяце, каждый год. Тут, правда, особенность. Это калаш. Это сумма. Конечно, в одну секунду мы не увидим, да даже за минуту так много падающих звезд. Это калаш, который снимался неделю. Я неделю. Ну как это реально? Камера стояла на месте? Да, я выносил на поляну, в одну и ту же точку, штатив и камеру каждую ночь в течение семи ночей. И фотографировал. И потом, когда накопилось у меня много метеоров, я их все просуммировал на один самый лучший снимок в тех местах, где они прилетели относительно звезд. Совмещая по звездам, да? По звездам. Именно по звездам. Ну, наверное, не все знают, что такое калаш. Сегодня бы сказали фотошоп. Ну, в общем, сложение нескольких кадров один на другой. Ну, а реально, как часто такие метеоры глазом в персеидах видны? Раз там, две минуты, три минуты? Все зависит от того, насколько близки мы к максимуму. Максимум у нас обычно это с 12 по 14 августа. Начало. И наличие Луны, потому что она тоже очень сильно гасит количество метеоров. Ну, вот на безлунном небе. На безлунном небе мы видим в среднем 2-3 метеора в минуту. В минуту. То есть 120, а иногда очень редкие всплески бывают до 200 метеоров в час. Вот так вот. Самый мощный персид, который я видел, это был в 16-м году, вот на этой же поляне, это в Архызе, мы видели 10 метеоров в минуту. Это 600 метеоров в час. Но это очень кратковременные всплески, видимо, когда плотные сгустки кометного вещества врываются в атмосферу Земли, и мы видим очень часто... Пылинки летят параллельно в пространстве, поэтому и следы их в атмосфере Земли тоже параллельные. Но если они на нас летят, они, конечно, расходятся, эффект перспективы. Кажется, что они из одной точки вылетают, точку называем радиант, то есть то направление пространства, откуда они к нам летят. Но тут не очень широкий угол, поэтому радиант не заметен. А «Млечный путь» долго снимался вот этой же камерой. Эта же камера одиночная снимала примерно 30 секунд. Дело в том, что это снималось с неподвижного штатива, небо проворачивалось, и нельзя было делать очень длинную экспозицию, чтобы звезды размазались. Поэтому тут все было ограничено. Обратите внимание, насколько светлое ночное небо. Оно гораздо более светлое, чем горы. На его фоне горы выглядят более темными. Ночное небо не темное даже в таких идеальных условиях. Светят горы, светится атмосфера, светятся далекие пылинки межпланетные, на которых солнечные лучи рассеиваются. Много чего в космосе. Так что ночное небо довольно светлое. И те, кто изучают Млечный путь или галактики далекие, что тоже, в общем, Млечные пути, им нелегко работать на таком светлом фоне. Ну, метеоры. А там яркая точка над деревьями. Это что? Это Марс. Дело в том, что это Персиды 2018 года, и тогда как раз Марс был в великом противостоянии. Он был на минимальном расстоянии от Земли, и вот он так ярко выглядит. Практически как Юпитер. Минус вторая с половиной, минус третья звездная величина у него тогда была. Он в преддверии великого противостояния был в тот момент. И не было Луны, да? Да. А откуда же тени? Дело в том, что так как я снимал в течение недели, то в первые ночи Луна еще была в последней четверти, и она еще успевала осветить, соответственно, горы, и мы, соответственно, ловили моменты, когда освещен передний пейзаж. Это очень живописно получилось. Фантастик. Стоит отметить, что сейчас работают обычно целые коллективы фотографов, чтобы получать такие снимки. Например, я выступаю именно как непосредственно оператор-снимающий, а у меня есть помощники, которые помогают и складывают коллаж. Потому что это все-таки одному практически невозможно сделать такую большую работу. То есть это обычный фотошоп не позволяет? Это специальные программы? Нет, это позволяет. Фотошоп просто не позволяет временные ограничения. Мне приходится очень много путешествовать, и времени сидеть долго за компьютером у меня, к сожалению, совершенно нет. Поэтому Оля Лакеева, это наш участник поездок, она помогла и сделала такую замечательную картинку из моих снимков. Прекрасная работа, просто фантастик. Кстати, вот этот снимок тоже сделан, по правде, не мной, но на мой фотоаппарат. Это участница моей поездки за северное сияние. Я просто ей отдал фотоаппарат, показав, как снимать. Она сделала такой замечательный снимок из нашего путешествия. А на фоне неба кто стоит? Это Миша, тоже Михаил, наш фотограф, участник поездки, он вот тоже в этот момент снимал сияние. Поэтому это обычно большие коллективные работы и позволяет получать такие замечательные результаты. Причем, обратите внимание, человек первый раз в жизни держал фотоаппарат. И вот такой вот кадр замечательный снял. Это чистое везение, конечно. Либо у него от бога талант, дар видеть кадр. Тут уж никто не знает, как такое получается. Вот тут... Ух ты, парад планет? Практически парад планет. Вот, может быть, вы даже сможете угадать, кто тут изображен. Мне очень интересно ваше мнение. Ну, я думаю, это Венера, Юпитер. А вот Сатурн и Марс, наверное, повыше, да, слева? Сатурн и Марс? Нет? Нет. Тут все значительно интереснее. Снизу, вот это, это у нас Луна. Она... Почему она не испортила снимок? Она очень узкая. У нее возраст всего два дня до Новолуния. Это, наоборот, старая Луна. Серпик это не видно. Это очень узкий серпик, да, пересветило. Она пересветила свой серпик. Это Венера. Это Венера. Это Юпитер. А это Антарес. Альфа-скорпиона. А, точно, точно, да. Дело в том, что он вверх ногами выглядит. Это снято из Аргентины. Южный... Ну, братцы. Да, тут... Я не был никогда в Южном полушарии. Был, но только на 5 градусов от экватора, поэтому мне не узнать этот ракурс созвездий. Да, тут выглядит очень необычно. А, можно было бы понять, что это Аргентина. Плоский горизонт совершенно. Да, и самое главное, Млечный Путь, он уходит вверх совершенно незнакомым нам узором. То есть, это совершенно не то. Но потрясающий кадр, конечно, мне самому очень понравился. И очень чистая атмосфера. До самого горизонта видны звезды. Это редко. Ведь когда мы смотрим вдоль горизонта, наш луч зрения, то есть, свет, идущий в наш глаз, долго-долго идет через атмосферу Земли, вдоль поверхности земной. И поглощается сильно. Видимо, настолько чистый воздух, что мы видим у самого горизонта звезды. И вот буквально через неделю после того кадра... Опять вверх ногами. Да, значит, мы опять в той же самой стране. Это, кстати, одна из самых высоких гор Аргентины. Это Фицрой неприступный. Он в высоту порядка 4 тысяч метров. Очень острые пики. Очень острые, да. И он славится тем, что очень крайне редко у него бывает ясная погода. Все время он окутан облаками. Ну и видно сейчас облака над вершиной. Это редкий момент, когда я поймал, что расчистил небо и смог над ним как раз в этот момент запечатлеть Орион. Я думаю, тут все узнали. Яркая звезда Бетельгейзе, Орион вверх ногами, меч Ориона наверху. Орион ныряет в облака. Да, просто потрясающее зрелище. А что за фотоаппарат при этом работает? У меня в наличии два фотоаппарата. Это Canon и Sony. Они по правде являются конкурентами в современном мире астрофотографии. И мне было трудно выбрать, кто из них лучше. Поэтому я просто приобрел две камеры и вот снимаю на них. Какого они масштаба? Цен и матрица какая? Я выбрал Canon самую дешевую в фулл-фрайм камеру. Это порядка 60 тысяч на момент покупки. Стоило, может быть, сейчас чуть подороже. 90 тысяч. Это Canon 6D. Она интересна тем камерам, что у нее самый крупный пиксель. А чем крупнее пиксель, тем больше площадь. Меньше шума. Соответственно, меньше шума, больше собирает сигналы. Длительные экспозиции можно делать. Да, именно так. А камера Sony — это Sony Alpha. Она интересна тем, Sony Alpha 7S. Она стоит порядка уже в два раза дороже, чем Canon. Но она интересна тем, что позволяет снимать видео. Вот то видео, которое вы видели, сияние оба, это снято именно на Sony Alpha. То есть, там процессор мощный. У нее шумы очень низкие. И максимальная чувствительность — полмиллиона ISO. Так, чтобы люди понимали, сколько надо денег. Я уж не говорю про терпение и опыт, но хотя бы сколько надо вложения. Порядка 100 тысяч рублей на камеру. И объектив еще 1050. Ну хорошо. А современный какой-нибудь iPhone тоже стоит дорого. А может он конкурировать с этими камерами? В принципе, да. Потому что мы сейчас видим уже и видео, и фото сияний, и серебристых облаков, снятые на iPhone. Млечный путь, я замечал. Но проигрывает телефон в первую очередь в шумах. То есть, регистрация происходит, но качество картинки не позволяет его растягивать на такой большой экран. Или где-нибудь распечатать, повесить у себя в комнате. Это будет не очень красиво. Вот мы и подобрались к моменту, когда надо сказать, кто же такой любитель астрономии. Раньше это был человек как минимум с фотоаппаратом. И это было нечасто, потому что дорогие камеры редко бывали в руках только у фанатов. Сегодня хорошая фотокамера в виде телефона у каждого. А значит ли это, что каждый может заниматься исследованием неба? Что еще для этого нужно? Как ты к этому пришел? Ведь у тебя нет университетского образования. Поэтому мы говорим, а астроном-любитель, астроном-профессионал. Профессионал на честь корочки. Университет дал тебе образование. Тебе астрономического образования не дали, но ты астроном. Как это началось и во что это вылилось? Я думаю, что в первую очередь должен быть интерес у человека. Если он есть, то он сможет любым способом взыскать возможность достигнуть своей цели. У меня началось все с детства. То есть в детстве я увидел журнал «Науку и жизнь». Там были замечательные статьи по астрономии. Возможно, и ваше авторство. Я думаю, Левитана. Может быть, Левитана. Он регулярно писал. Ефрем Павлович Левитан, очень активный учитель. Тогда я захотел просто увидеть своими глазами Сатурн, кольца Сатурна, что они по правде вот так вот, а не как на фотографиях нарисованы. Из-за этого я начал постепенно учить звездное небо, пытаться найти, где находится Сатурн на небе. Потом купил бинокль. Примерно какой класс это был? Это был шестой, пятый класс. Это 1994-1995 год был. Как раз комета Шумекера-Левия упала на Юпитер. Это очень сколыхнуло общественность и привлекло внимание к астрономии. Потом появилась комета Хиакутаки. Это первая комета, которую я пронаблюдал еще с подъезда у себя в Москве. А Хейла-Бопа. Хейла-Бопа я уже ради нее выезжал в Подмосковье наблюдать. Да, великолепная комета была видна на московском небе, которое засвечено фонарями. Я хорошо помню, как она ярко довольно была на городском небе видна. Естественно, не обошлось без кружков. Каких? В начале это был Перовский дворец пионеров, а потом в 10-м классе Воробьево горы. Главный дворец центральный. На тот момент не работал московский планетарий. Поэтому если сейчас есть конкуренция, и раньше она в советское время была между дворцом пионеров и планетарием, то на тот момент даже и выбора не было. Конечно, я пошел в Воробьево горы. Ходил в ГАИШ. Тогда кружки были небольшие для школьников. ГАИШ — это Государственный астрономический институт имени Штернберга, часть Московского университета, где я работаю. И, собственно, там мне дали первый опыт, знания в области теоретической астрономии, потому что мне сказали, что если я хорошо выступлю на Олимпиаде, то я могу поступить в МГУ, на астрономическое отделение. А Олимпиады были, да? Были. Олимпиады проходили. Победы были на Олимпиаду? Да, Московская Олимпиада была первым местом. Я был один из руководителей этой Олимпиады, до сих пор задача. Ну, так сложилась судьба, что нет, я не смог туда поступить в МГУ. Но в итоге меня пригласили работать в частную обсерваторию в Подмосковье, в Кадар. Тогда были частные обсерватории? Да, в 2004 году в Подмосковье построили первую частную обсерваторию. Не та ли эта обсерватория, которую из бывшей водонапорной башни сделали? Нет. А расскажи про водонапорную башню. А я не знаю даже такую историю. Нет, в Подмосковье есть такая обсерватория? Я, может быть, слышал, но краем уха только. Ну, хорошо. И в Эстонии есть. А водонапорные башни стали актуальными обсерваториями. Неплохо работают и башни, и вполне себе фундамент прочный. Ладно. Нет, тут построили отдельные здания, даже два здания под обсерваторию. Был меценат, он сейчас и есть, который увлекался в школьные годы астрономией, достиг большого успеха в бизнесе. И вот свои деньги, которые он заработал, решил построить на свое увлечение. Построил обсерваторию. Но так как он не мог посвятить себя полностью астрономией, он занимался бизнесом все-таки, он привлек трех-четырех молодых людей, в том числе меня, чтобы мы работали в обсерватории. Очень знакомая ситуация. Петерсиваль Лоуэлл в конце 19 века поступил примерно так же. Деньги у семьи были, интерес к астрономии был, он построил обсерваторий, даже две на свои деньги, и привлек молодых наблюдателей. И одним из них стал Клайд Томба, который открыл Плутон. А что ты открыл, скажи, пожалуйста. Мне повезло открывать астероиды, новые звезды, сверхновые звезды. Новые и сверхновые — это вспышки, взрывы звезд. Это не значит рождение, это смерть звезд. И еще внегалактические новые. Дело в том, что есть в Млечном пути новые звезды, а есть в других, например, в Туманной Сандромеды новые звезды. Это сложно, это надо большой телескоп. Да, мы такими инструментами обладаем. Ну, теперь давай рассказывай про свою обсерваторию. Собственно, вот как раз мы дошли до снимка. Эта обсерватория называется ТАО. Она как раз построена в рамках обсерватории Кадар, куда меня наняли работать в 2004 году. А в 2010 году мы решили построить и, собственно, воплотили этот проект. Это филиал на Кавказе. Дело в том, что к тому моменту уже очень сильно засветка была от трассы М4 Дон, которая идет на юг. Там рядом обсерватория располагается. И мы поняли, что дальнейшее открытие возможно только в идеальных условиях. Собственно, тут у нас стоял ранее телескоп диаметром 30 сантиметров. Ричи Кретьен. Вот с помощью него мы открывали сверхновые звезды, астероиды, новые звезды в другой галактике, в Туманной Сандромеды. И не мне, но Артему Новичонку повезло. Дело в том, что один человек не может наблюдать в обсерватории. В любом случае, материала будет очень много. Поэтому мы нанимали других любителей астрономии, которые хотели бы самостоятельно открывать и делать исследования. Мы дали такую возможность Артему Новичонку из Петрозаводска, любитель астрономии. И он открыл комету на этом телескопе. Новичонка и кого? Герки. Герки, вот. Как правило, все-таки два в наше время, а то и три человека одновременно открывают комету. Потому что ситуация такая, что в одну ночь, может, несколько человек или там две ночи подряд что-то увидеть. И каждый из них первооткрыватель. Тут особенность двойного названия состоит в том, что Володя Герки был наблюдателем. Он непосредственно проводил съемку на телескопе. А Артем Новичонок, он обрабатывал снимок. Поэтому это что-то вроде Шумекера Леви. Потому что жена Шумекеров снимала, Дэвид Леви там помогал проявлять. А Шумекер Юджин, он уже искал непосредственно движущиеся объекты. Поэтому это такая командная работа, где каждый выполняет определенную функцию. Вот так, собственно, эта обсерватория сделала несколько открытий. А еще что-нибудь красивое? Можно посмотреть? Сейчас посмотрим. Вот еще один замечательный снимок. Серебристые облака. Да. Но особенность этого кадра тут двойная. Во-первых, мы видим тут дополнительный объект. Это у нас комета Неовайз, которая радовала нас примерно три года назад. В июле 2020 года она появилась на утреннем небе. И вторая необычность этого снимка, он снят в Архызе. Да, давай напомним. Серебристые облака — это необычные облака. Они видны в районе полуночи, полночь. И при этом они светятся. Как же они светятся? Их освещает Солнце. Полуночное? Где оно? Под горизонтом, глубоко, там, внизу. Как же его свет добирается до этих облаков? А облака очень высоко. Это необычные облака, не высота 2-3-5 километров. Это 80-90 километров над Землей. Там спутники иногда летают на таких высотах. Это почти космос. Это очень редкое явление. Видно оно в довольно узкой полосе географических широт. Что-нибудь от 50 до 70 градусов, я думаю. А на юге они вообще крайне редко видны бывают. А вот для москвичей это, в общем, обычное явление. Ну, не каждый год. Я думаю, раз в 2-3 года можно вот такую красоту увидеть. С конца июня, со второй половины июня по первую половину июля. Ну, то есть дни летнего солнцестояния. Когда Солнце под горизонтом, но не очень глубоко. И все-таки его лучи добираются туда до высоты порядка 100 километров. Природа этих облаков все еще исследуется. Это довольно сложное. Знаете, почему сложное? Что такое 100 километров? Самолет туда не поднимется, аэростат туда не поднимется, а ракета туда, точнее спутник, не опустится. Слишком плотная все-таки атмосфера. Это такой слой атмосферы, где трудно летать. Только вертикально взлетающие ракеты ненадолго могут прощупать эти слои. Ну, а такую красоту я впервые вижу. Хотя сам снимал иногда. Да, я дополню рассказ Владимира. Дело в том, что по правде такие события сейчас чаще уже появляются. Почему? Возможно, просто наблюдателей больше. То есть тут уже фотоаппаратов больше. И опыт прошлого года, 2022-го, показал, что серебристые облака в Москве появляются в среднем, ну, яркие, если их только замечать, 3-4 раза в месяц. То есть такая частота. И вот я сейчас... Ежегодно? Ежемесячно. 3-4 раза в месяц. Нет, в какие месяцы? Июнь. Июнь и июль. Да, конечно. То есть вот пример прошлого года. Это 16 июня прошлого года. Первый относительно яркий, которые появились в прошлом году в Москве. И они всегда видны на севере. Да, да. Это направление строго на север. Но вот это уже 16 июля. И прошлый год, кстати, был интересен тем, что крайне долго были видны серебристые облака до августа месяца. Это рекордное значение. Вот, собственно, посмотрите, дата. Это 30 июля. Вот тут сверху написано у меня. И серебристые облака интересны тем, что солнце уже погружается глубоко в преддверии августа. И видно, посмотрите, цвет даже. Это в результате того, что в этой части серебристых облаков видно солнце около горизонта. И оно там красного цвета. Глубых лучей уже нет. Да, глубых. И видите, да, вот красный, вот тут голубое присутствует. И там уже дальше идет оранжевый цвет. Это поглощение в атмосфере у нас на луче зрения между нами и серебристыми облаками. То есть тут двойное поглощение. С этой стороны к нам атмосфера играет роль, а тут со стороны солнца. И вот такие вот необычные картины можно было наблюдать год назад. И тут уже фантастического, дорогого аппарата не надо. Я снимал обычной камерой, даже пленочной еще в советское время. Ну, конечно, современный аппарат делает это четче. Но серебристые облака получаются так же. Ну, вот как раз к вопросу о телефонах. Как раз серебристые облака — это самый, наверное, доступный объект, потому что на телефоны они выходят примерно на уровне современного фотоаппарата. Потому что они очень яркие, не требуют больших выдержек, высоких ISO, и шумы, собственно, не очень большие. И большинство, кто нам присылает снимки, дело в том, что у меня есть такой ресурс, называется AstroAlert. Мы там собираем очевидцев снимки или сообщения о метеоритах. — AstroAlert. — Астрономические, как сказать, даже не новости, а срочные сообщения. — То есть мы обычно там сообщаем срочно о появлении серебристых облаков в течение минут в московском регионе, падении метеоров, метеориты, болиды, яркие вспышки звезд. То есть задача этого ресурса в том, чтобы максимально оперативно оповестить любителей астрономии о каких-то уникальных событиях, которые невозможно предсказать. Ну, например, вспышка на Солнце. Это непредсказуемое явление. — Говорят, можно. — Да, но пока мы еще не научились это делать. Либо появление ярких сияний. Это вот, к сожалению, сейчас очень неточные прогнозы даются. — То есть мы сейчас затронули две темы. Во-первых, просто красивые фотографии неба. Это здорово, это возбуждает какой-то художественный взгляд на природу, да? И просто любознательность возбуждает. Вторая тема — это научные наблюдения. Вы делаете вклад в нормальную астрономическую науку. Ну, а третья тема твоей жизни, насколько я понимаю, — это организация поездок, да? То есть организация людей, которые хотели бы что-то редкое, небесное увидеть, и вот ты им помогаешь. А как это делается? В рамках какой программы или как это все называется? — Ну, вот, собственно, наш проект, который помогает любителям астрономии увидеть редкие явления, называется «Астроверты». — Астроверты. Ну, то есть чокнутые на астрономию, да? — Да, можно так сказать. Тут игра слов. «Вертус», принадлежащие, если греческое так сказать. — Да. — Тематика наших поездок довольно широка. Ну, в первую очередь мы, конечно, приглашаем к нам в обсерваторию, которая находится в Архызе. Вы были у нас в гостях как раз на этой площадке. Там идеальные условия для наблюдений в личном пути. — Почему я там был? Потому что это в 200 метрах от крупнейшего российского телескопа шестиметрового, и там профессионалы работают, и рядом с ними... Это частная обсерватория. Замечательная соседство. Ну, собственно, это ее часть. Обсерватория Кадар, она сейчас влилась в астроверты. Ну, я потом расскажу о целях вообще астровертов, а пока о том, что мы делаем. Ну, вот пример того, что мы людям смогли показать замечательно, это комета Неоуайс. У нас была специальная поездка в Крым тогда, это в июле 2020 года, и мы замечательно пронаблюдали одну из самых ярких комет северного неба последних десятилетий, наверное. Вот, собственно, это одиночный кадр с выдержкой примерно 15 секунд. — Почему передний план нерезкий? — Дело в том, что светосильный объектив, и невозможно его сфокусировать на полный диапазон расстояния. Ребята относительно близко стояли, я, естественно, сфокусировался по комете, и поэтому передний план оказался такой нерезким. Ну, в том числе это художественный ход, потому что, в первую очередь, внимание уделяется небесному явлению. А передний план так всем понятен, ассоциативно, что это люди, которые наблюдают, восхищаются этим явлением. — Часто ли одни и те же люди устремляются с вами вот туда, куда им интересно? Одни и те же? — Да, у нас примерно 50% ребят, которые один раз съездили, они едут. Потому что вначале, например, они едут с нами посмотреть Млечный путь в Архызе, потом они охотятся с нами за сияниями в Мурманской области, потом кто-то из всех, кого есть возможность, едет с нами на солнечное затмение. Поэтому это вот... — Ну да, это далеко и дорого, да. — Далеко и дорого, поэтому кто может... Вот, собственно, пример нашего последнего успеха в солнечных затмениях — это 20 апреля, буквально полтора месяца назад, в такой необычной стране Восточной Тимура. Она появилась... — Это самое гибридное солнечное затмение? — Да, это гибридное солнечное затмение. То есть диаметр диска Луны и Солнца практически равны между собой, они совпадают. Чуть-чуть больше в той точке, где мы были, диск Луны. — То есть в этот момент тень Луны дотянулась до поверхности Земли. — И корону мы все-таки увидели, да? И уже начинает вот там кусочек выходить. — Это, наоборот, последний луч. — А, это последний. — Да, это второй контакт, и буквально после этого момента наступает полная фаза, которая длилась около одной минуты. — А, ну все-таки долго. — Да, это достаточно долго. — А потом тень Луны уходит с поверхности Земли, и люди перестают видеть корону, потому что появляется яркий солнечный ободок. — Да. — Ринг такой вот, кольцеобразное затмение. А что это там, какие-то выступы? — Вот тут видны замечательные протуберанцы, выбросы над поверхностью Солнца. Даже видно, некоторые из них оторвались уже от поверхности Солнца. Это как раз указывает на то, что Солнце находится в фазе высокой активности. — Это в белом свете снят? — Это, да, прямо как видно глазом. Это снят обычные фотокамеры через обычный телескоп, без всяких фильтров. Вот так вот это было видно глазом. — Что такое обычный телескоп в походе? Это же все-таки что-то компактное. — Да, это компактный телескоп диаметром всего 8 сантиметров. Он небольшой. Длина трубы составляет где-то сантиметров 50-60, что можно положить в рюкзачок и повеститься. — Человек один спокойно может с ним путешествовать. — Да, мы стараемся все перевозить в ручном багаже, чтобы не допустить... Это доступно по цене людям, вот такой походный, но хороший телескоп. — Это очень большая разница между фотографическим телескопом, астрофото и визуальным, потому что фотографические всегда практически на порядок дороже, как минимум в 2-3 раза, чем визуально. Они более требовательны, потому что зрачок глаза у нас обычно 6 миллиметров, а матрица крупнее, поэтому условия качества изображения на 3 сантиметрах должны быть хорошими, идеальными. Поэтому вам требуется больше линз. Поэтому если вот такой телескоп рассматривать, ну, я думаю, это порядка полторы-две тысячи долларов может быть стоит, то есть больше 100 тысяч рублей. Но если просто глазом посмотреть, либо с маленьким телефоном поснимать, то это можно и за 40 тысяч рублей найти. — Ну, как я вижу, это не очень дешевое хобби, любительство астрономии. Значит, как-то ведь еще надо зарабатывать деньги, потому что тебе зарплату не платят, как ученому. — Естественно. — Как ты это делаешь? — Ну, вот, собственно, проект Астроверта и позволяет существовать и развиваться как обсерватории, так и мне. — А то есть это как бы туристическое агентство с такой узкой специализацией? — Можно так сказать. Это, я бы сказал, экскурсионные, потому что мы не имеем права давать туристические услуги, а вот экскурсионные сопровождающие — да. То есть мы принимаем людей, показываем звезды, учим их работать. То есть образовательный проект, я бы даже так сказал, популяризирующий астрономию. И именно заработанные деньги, разница там полученные деньги и затраты, мы направляем на развитие обсерватории. — Понятно. Что такое астроферма? — Астроферма — это очень интересный объект. Давайте я лучше, может быть, попробую найти фотографию, чтобы визуализировать. — Я так представляю себе фермы, это где козочки, коровки мычат и молоко дают. — Ну, можно и так сказать. — Млечный путь. — Из коровы выходит, да. Но, собственно, астроферма обычно подразумевает собой некое помещение, в котором стоит сразу несколько инструментов, и они либо непосредственно требуют работы рядом, либо дистанционно. То есть астроферма — это множество инструментов под одной крышей. Таких астроферм сейчас в России, я думаю, несколько штук уже точно есть. Я знаю, как минимум, под Краснодаром есть еще одна. Они в основном работают дистанционно. Самые крупные в мире астрофермы располагаются в идеальном астроклимате. Это либо Чили, либо Намибия. Там условия и еще к тому же возможность наблюдать южное небо. То, что недоступно нам, европейцам или россиянам. Астроферма также может включать другие инструменты. Например, сейчас мы строим метровый телескоп. — Метровый? — Метровый. — Диаметром в один метр? — Один метр. — Ну, это профессиональный инструмент. — Да, причем особенность этого зеркала в том, что он поправит не один метр, а один метр и один сантиметр. Это сделано умышленно, потому что у нас на горе есть метровый телескоп ЦЕС-1000, а так мы его обгоним на один сантиметр. — Тысяча один. — Тысяча один. — Тысяча один сантиметр. — Ну, если быть более точным, тысяча шестнадцать. У нас там еще шесть миллиметров в запасе есть. — Но это же фантастика просто. Еще недавно профессионалы стремились к таким. А теперь так. А что это будет за инструмент? — У него будет два назначения. Это будет, в первую очередь, уникальность в том, что он будет визуальным. Это будет самый большой в России телескоп, который можно посмотреть глазом. — Тут я тебя поправлю. У нас в обсерватории Московского университета на Кавказе есть телескоп диаметром два с половиной метра. И студенты, которых я приветствую на практику, приделали к нему окуляр. И я один раз посмотрел. Лучше бы я этого не делал. Зеркало диаметром два с половиной метра собрало столько света от Юпитера, что я потом до утра ходил вообще не видя ничего, ослеп от этой яркости. Но метровый — это, конечно, интересно. — Но отличие нашего телескопа будет в том, что любой желающий сможет приехать. К сожалению, вряд ли в два с половиной метра любой желающий сможет посмотреть. — Ну, обычно, да, другие задачи. — Все-таки научные задачи, я думаю, он решает, и там приборы висят. А так, кстати, я могу порекламировать, есть крупные телескопы в Америке, Маунт-Вилсон, надеюсь, вы знаете, это в промежуток времени начала XX века это был самый большой телескоп в мире. — В Калифорнии. — В Калифорнии. Так вот там сейчас есть услуга посмотреть на него глазом тоже. — Два с половиной метра. — Да. И причем вот там любой желающий может это сделать. — Я за эту идею зацепился. — Может быть, мы тоже любому предложим. — Ну, мне кажется, университет будет не очень рад этой идее. — Хорошо. А эти инструменты, эти телескопы, это все твое хозяйство? — Да, да. Ну, оно, не скажу, что полностью мое дело, потому что это частично куплено на мои деньги, частично на деньги, заработанные астрофермой, частично на выделенные деньги кадаром. Это вот суммарно уже. — Я хочу обратить внимание тех, кто собирается себе покупать телескоп. Посмотрите, сравнительно небольшие телескопы. Но какие мощные ноги у этих тренок, вот у этих станин, на которых стоят, какие мощные системы поворота, головки. Это очень важная вещь для телескопа. Маленький ветерочек, маленькое дрожание земли, там где грузовик в 10 километрах проехал, все это при увеличении в сотню раз сказывается на дрожании изображения. И надо очень прочно устанавливать телескоп, и если вы хотите купить телескоп, обязательно подумайте о хороших треногах. — Плотные, тяжелые, управляемые. Они же все электронно управляемые. — Да, конечно. — Значит, можно издалека ими управлять? — Конечно. И вот сейчас у меня все управление этими монтировками осуществляется из любой точки мира. — То есть вот прямо сейчас отсюда можно? — Да, я могу подключиться и управлять. — То есть интернет там есть. — Стоит обратить внимание, что вот это даже не телескопы. Это, по правде, объективы, которые прикреплены к ПЗС-камерам. И как раз конкретно эти два инструмента делают обзор Млечного Пути. Их задача — поиски вспышек ярких объектов в нашей галактике. Они видят вспышки до 13-14 звездной величины. Это большинство новых звезд. И если нам повезет, когда-нибудь произойдет вспышка галактическая сверхновой в нашу жизнь, то они, конечно, ее тоже увидят. — Должна произойти. Ждем уже давно. — Уже 400 лет. — Да, 400 лет не видели в нашей галактике. — Собственно, на это рассчитываем. Я еще тогда договорю про метровый телескоп, потому что это визуальное наблюдение — это только половина задачи. А вторая задача — это фотографические наблюдения на этом инструменте. И вот тут уже будет деление на научную часть и художественную. — А кто его делает? — Делает его... Само зеркало было обработано в Латкарецком... Нет, прошу прощения, в Ленинградском. Это Ломо в заводе. — Ломо, да. Мы говорим «зеркало-зеркало». Надо понимать, зеркало — это объектив. Небольшие объективы у биноклях, фотоаппаратов — это линзы. Но когда мы делаем телескоп диаметром метр и больше, такую линзу не сделаешь. У них вогнутое зеркало играет роль объектива, собирает свет. Так что всегда у больших телескопов зеркальные объективы. Вот почему зеркало. — Уже непосредственно конструкцию собирает Олег Чекалин. Он главный конструктор этого инструмента. Он отвечает за монтировку. Я могу даже попробовать найти у меня где-то... — Проект где-то есть, да? — Да, даже есть уже здание. — А, вот башня, да? — Да, это здание с открывающейся крышей. — В две стороны. — Разъезжается, да, вот так вот она. — О, как все. — Сейчас задача у нас — установка моторов на это здание. Вот тут вы видите, осенью прошлой, 2022 года, мы завершали работу с колонной, которая будет построена. — Фундамент телескопа всегда отделен от фундамента здания, потому что дует ветер, качается стены здания, передается вибрация на фундамент. Телескоп не должен этого чувствовать. Он отдельной жизнью живет, на отдельном бетонном глубоком, да? — Да, там метра три-четыре залита. — Метра три под землю уходит. Вот это то, что надо. — И вот надеемся, что в течение этого года, лета, может быть, максимум осень... — Но он будет компактный, я смотрю, да? — Ну, сейчас я вот найду проект, его, собственно, смогу показать. — Какая оптическая система? — Ньютон, классика. Да, вот так вот должен выглядеть инструмент в проекте. — На горизонтальной монтировке электронная? — Это альтазимутальная монтировка, да. Фокус у него составлять будет примерно три метра. — Он в миниатюре очень похож на наш крупнейший шестиметровый телескоп. Та же конструкция, тот же внешний вид, младший брат... — Один к шести модели. — Один к шести. Но не модель, это всё-таки... — Работающая. — Полноценный инструмент. — Работающий инструмент. Альтазимутальная монтировка. Ну, монтировка — это то, на чём крутится, стоит, поворачивается телескоп, следит за звёздами. Альт — это высота. Азимут — это поворот в плоскости Земли. Альтазимутальная, начнём, вращается вокруг вертикальной оси и вокруг горизонтальной оси. Далеко не каждый телескоп так устроен, но крупные имеют смысл делать именно так. Электроника позволяет вращать по двум осям и следить за движением звёзд. А маленькие, мы вот видели на астроферме, маленькие стоят на экваториальной монтировке. Там ось вращения параллельно земной оси. Земля, земной шар в одну сторону вращается, а телескоп на своей оси в противоположную, с такой же скоростью, один оборот в сутки. И тогда он всё время смотрит на ту часть неба, которую вы выбрали для фотографирования, для исследования, так сказать, компенсирует поворот Земли. Но это только для маленьких. Удобная система. А вот крупные телескопы у тебя, да, уже метровые, фантастика, требует альтазимутальный. Ну, можно сказать, горизонтальный, он в плоскости горизонта поворачивается. Я, наверное, хотел бы показать примеры съёмок разных объектов. Ну, вот этой зимой мы сняли замечательную комету. В каком ракурсе она странно? Два хвоста, да? Да, это момент, когда мы проходим через плоскость кометы. Хвоста. Да, хвоста. Один хвост полевой, другой газовый. Газовый направлен ионный у нас налево, а это полевой. Вдоль орбиты. Да, вдоль орбиты. Это крайне редко бывают такие ситуации, что мы можем оказаться в плоскости. А там ещё одна комета наверху съёмок? Нет, это у нас галактика. Не может быть. Которая видна с ребра, вот сейчас мы её приблизим. И комета с ребра, и галактика с ребра. Да, вот такое вот редкое совпадение. Вот они в одном кадре. Красиво. Собственно, это пример съёмки на 30-сантиметровый телескоп. Это небольшой инструмент, это один из тех, которые у нас стоит. Тут, кстати, можно найти ещё одну галактику, совсем маленькую. Можно её условно назвать микросомбреро. Вот сейчас мы её с вами увидим. Вон она, да. Да, она скрывается. И ещё одна спираль вот там рядышком с ней. Вот, да. Тут, по правде, качество изображения такое, что позволяет долго путешествовать по этому снимку. Даже галактика с баром, видно, присутствует. У неё выходит прямая линия. Друзья, давайте устроим маленький конкурс. Мы ждём от вас в комментариях рассказы о том, какие редкие астрономические явления вы видели. Самый интересный рассказ про самое редкое интересное явление получит приз. А Станислав скажет, какой именно. Я думаю, что этот подарок будет очень интересен именно для любителей астрономии. Это путешествие в обсерваторию к нам, к экстравертам, с возможностью пожить неделю рядом с самым крупным телескопом в Евразии. БТА. Шестиметровым телескопом. А вот скажи, пожалуйста, что такое проект StarVisor? Дело в том, что уже во всём мире, наверное, лет пять, есть такая мода ставить видеокамеры, астрономические видеокамеры, которые делают видеотрансляции неких явлений, там, метеорные потоки, сияние, серебристые облака, те же самые. В сеть? В интернет? В сеть, да. В интернет. Общедоступно? Общедоступно. Так. И это в том числе помогает более оперативно реагировать на такие события. То есть ты видишь, что в Ютубе вот появилось серебристые облака на Москве. И на балкон, и сам понаблюдать, да. А как попасть на этот сайт? Мы кинем ссылочку, и любой желающий сможет зайти и понаблюдать. На данный момент на этом сайте, если правильно помню, порядка десяти городов из России. Там есть Москва, Санкт-Петербург, Воркута, из Сибири, Вологда. Мне так каждый раз обидно, когда в конце июня, там, в два часа ночи или в час ночи, я смотрю на серебристые облака над Москвой и понимаю, что абсолютное большинство москвичей спит и не видит эту красоту. А тут большой бонус. Это все идет на запись. И любой желающий, проснувшись утром, войдет в Ютуб этого проекта и сможет посмотреть за ночь таймлапс. Прямо как льются эти серебристые облака по небу. Великолепно. Это и есть Старвизор, да? Старвизор, да. А кто курирует это? Кто создал проект? Молодой человек Илья, он родом из Сибири и полностью самостоятельно поднимает этот проект. Он принимает донаты, если кто-то ему захочет помочь. Илья Янковский, да? Янковский, да. И также он приглашает любого желающего принять участие в его проектах, установив у себя видеокамеру. Он без проблем поможет с настройкой, наладкой. Хорошо. А я еще вижу, что телескоп «Синтез» в Крымской астрофизической обсерватории тоже как-то связан с тобой. Что это за проект? Дело в том, что этот проект очень близок по духу ко мне. Это частная инициатива, но при этом профессионального астронома из Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова. Он практически выпросил в администрации заброшенный инструмент, который был создан еще в советское время, с целью тестирования сегментированных зеркал. То есть это не единое монолитное зеркало, а несколько кусочков, которое предполагалось будет работать как адаптивная оптика, если я правильно помню данный проект. Это очень перспективная вещь. Сейчас этим многие занимаются. Давай все-таки уточним. Во-первых, из кусочков собирают зеркала такие большие, которые, хотя и можно изготовить монолитное на заводе, но как его потом доставить на вершину горы, где работает настоящий телескоп? Поэтому из кусочков делают, а потом выкладывают общую большую поверхность. А ты еще произнес адаптивная, то есть приспосабливающаяся. К чему она приспосабливается? К атмосфере Земли. Атмосфера бурлит, воздушные потоки нам преломляют лучи света, поэтому картинка размазанная получается. Так вот, такие кусочковые зеркала, в принципе, могут исправить то, что испортила атмосфера. Опять сделать четкое изображение. Это очень интересная современная технология. И вот это предполагалось, да? Да. Ну, я уже не очень хорошо осведомлен в историю советского проекта, но суть современного продолжения этой истории состоит в том, что Сергей восстановил монтировку здания данное. Сейчас повесил небольшой инструмент 30 сантиметров параллельно метровому телескопу и с помощью него открывает астероиды. То есть он делает настоящую науку, при этом полностью на деньги людей, которые просто дают ему возможность развивать этот инструмент. То есть он собирает донаты на этот телескоп. Боже мой, как это актуально. Все-таки астрономия не самая, как сказать, почитаемая среди государственных органов наука, потому что она почти никак не связана с военными проектами, с какими-то промышленными. Это почти чистая любознательность людей по отношению к космосу. И астрономы всегда страдали от недостатка средств. И хорошо, что есть люди, которые, зарабатывая эти деньги каким-то своим бизнесом, трудом, удовлетворяют свою любознательность, помогая тем, кто, так сказать, руками и ногами занят этой работой. Это очень важно. Это человеческое. Вообще человек отличается от всех животных своей любознательностью. То, что мы ее удовлетворяем, это не только для нас самих интересно, это для всего человечества, по-моему, очень полезно. Я бы еще, наверное, сказал бы о одном будущем, возможно, что произойдет у нас. Это появится новый вид астрономического туризма. Я думаю, это произойдет в ближайшие 10 лет. Да. Дело в том, что буквально в этом году, в феврале, произошло всего лишь седьмой раз в истории астрономии событие, когда мы увидели астероид до того, как он упал на Землю. Да-да. В 2006, по-моему, или в 2008 году впервые астрономы сказали, о, летит, смотрите, через несколько часов вот туда упадет. И нам как раз повезло, я наблюдал этот астероид из Кавказа. Мы как раз были теми астрономами, которые определили орбиту, куда он упадет. Он в Африке упал, да? Да, он в Судане упал. В Судане, да. Тогда открыли его американцы, потом был Тихий океан. В Азии, видимо, было не очень хорошо с погодой, и мы были на Кавказе первыми, кто подхватил полосе американцев. И наши наблюдения астрометрические позволили определить точно регион, куда он упадет. Место падения. Да. И потом нашли его осколки, метеориты. Туда была специальная экспедиция НАСА, они нашли. И это был первый в истории астероид, который увидели в космосе, увидели летящего в атмосфере. Его увидели, причем с борта самолета, потому что мимо пролетал рейс из ЮАР в Европу, и предупредили пилотов, что будет болид. Вот в такое-то время. Они выключили в кокпите свет, и в нужное направление, в нужный момент они увидели вспышку света. Таким образом... А публика в самолете об этом что-то не знала? Я не знаю, было ли осознанно публика. Наверное, да. Но вот пилоты зафиксировали и передали эту информацию. И в итоге нашли на Земле. Это впервые в истории, когда увидели в космосе, в полете и на Земле. И вот недавно то же самое, над Ла-Маншем, да? Да, вот, собственно, произошло событие над проливом, но упало все-таки в западную часть Франции. Нашли осколки. Нашли осколки. Да. Но уникальность этого события, который произошел в феврале, состоит в том, что смогли, успели распространить информацию в соцсетях. И любители астрономии вышли на улицу, доставили свои фотоаппараты, поставили на штативы и сняли ровно в тот момент, когда было рассчитано в том направлении пролет болида. Это впервые в истории, что болид был предсказан для широкой публики. И ты считаешь, что теперь это новое направление астротуризма? Конечно. Расписание падения метеоритов на Землю. Приезжайте туда, смотрите в этом направлении, да? Так точно. Фантастик. Я думаю, это вопрос ближайшего 10 лет, когда запустят большие обзорные инструменты. Сейчас 8-6-метровые телескопы в Чили строятся, которые будут обозревать все небо за неделю. И это позволит обнаружить метрового размера булыжники за орбитой Луны. Ну, такая работа уже ведется телескопами-роботами. Кстати, в нашей стране есть система телескопов-роботов Московского университета. Есть и в других странах, более крупные даже иногда. Здорово. Астрономы учатся прогнозировать. Ну, можно сказать, защищают Землю, а, в общем-то, удовлетворяют радость любителей астрономии. Вот так. Ну, и ты, наверное, включишься в эту работу, конечно. Надеюсь, мы будем оперативно реагировать на это. Я очень рад, что мы поговорили о будущем любительской астрономии. Да она уже никакая не любительская. Это просто астрономия для всех. Вот появилась комета, ее открыли, обрадовались тому, что теперь она будет носить имя первооткрывателя открывателя одного, двух или трех. Почему надо потом регулярно фотографировать, пока она пролетает по небу и уходит куда-то вдаль Солнечной системы? Какой-то научный смысл в этом есть, чтобы следить за развитием кометы? Конечно, есть. Дело в том, что, наблюдая за кометой, например, определяя ее яркость и размер кома, мы можем понять, какие модели верны взаимодействия ледяного ядра с Солнцем, как они будут в дальнейшем происходить. И на основе этих наблюдательных данных, выбрав правильную модель, мы сможем предсказать в будущем, как другие кометы будут себя вести. Значит, вот эти снимки многих людей как-то должны в одной базе данных находиться, объединяться? Обычно используют не снимки, а уже итоговые цифровые значения. То есть мы определяем яркость, диаметр комы, длину хвоста. Сейчас уже есть таких два центра. Один находится, если не ошибаюсь, в Чешской Республике или в Словакии, а другой находится в Гарварде. Центр малых планет. Центр малых планет. Как бы это странно ни звучало, но европейцы, подходя именно более узко к тематике исследований комет, больше привлекают к себе любителей астрономии и значительно быстрее набирают базу данных. Поэтому сейчас любители комет именно в первую очередь общаются с Европейским Центром по сбору информации. И они наиболее правильно, актуально строят прогнозы для следующих комет. Как раз вот мы можем сейчас буквально перепрыгнуть на тему будущих событий. Да, чего нам ожидать-то в ближайшие годы? Вспомнить о том, что как раз этот год у нас начался с того факта, что открыли новую комету, которая обещает следующей осенью 2024 года стать довольно яркой. Так, в горизонтальной оси время, да? Да. Вот июнь, я вижу, 2024 года, и у нее звездная величина 10-я, пока еще с трудом в бинокли. Нет, это сейчас у нас где-то 16-я звездная величина, а вот тут 16-я, 17-я. А, 23-й год. Да, 23-й, да. 24-й, извините. Вот тут мы сейчас 17-я звездная величина, но я смотрел ее последние актуальные оценки, там было где-то в районе 16-й звездной величины. Мы видим, что у нее блеск как минимум будет нулевой звездной величины. А то есть разные модели есть, да? Да, есть три модели. А вот то, что мы видим, острый пик зеленый, это на основе отражения под острым углом. Дело в том, что есть такой эффект, я вот тут даже картиночку взял такую специальную с сайта, которая говорит о том, что когда у вас очень большой угол между Солнцем и кометой, вот тут, например, видите, 165 градусов, то пыль значительно эффективнее отражает солнечный свет. Она не отражает, она рассеивает. Рассеивает, да, прямое рассеивание. Друзья мои, вы этот эффект довольно часто сами наблюдаете дома. Летний день, яркое солнце за окном. Вы зашторили окно, чтобы не мешало солнце, но какая-то щель осталась. Посмотрите на эту щель в направлении солнечного луча, он к вам почти в глаз будет, ну, мимо вас проходить, и вы увидите мелкие пылинки, летающие в этом луче. А потом подойдите к окну, посмотрите вдоль луча, вы этих пылинок не увидите. Это как раз тот самый эффект. Мелкие частицы рассеивают падающий на них свет вперед, немножко меняя ему направление, но, в принципе, вперед, и почти не отражают назад. Именно поэтому мы видим мелкую пыль кометную, когда вот так вот солнечный луч почти на нас направлен. Да, эффект замечательный. Ну, собственно, как раз осенью. Ну, это зависит от пыли, да, какая там пыль. Да, от пыли и угла. Угол очень важен как раз. И как раз вот все условия, по идее. То есть можно ожидать, что она будет видна невооружённо. И вот как раз вот этот эффект рассеяния, он показан тут зелёной частью, кривой, и мы можем ожидать, что с учётом этого эффекта блеск может достигнуть даже минус третьей звёздной величины. Ну, это фантастика. На городском небе она будет видна. Да, но давайте вспомним комету Макнаута 2007 года. Но мы её не видели. Но все видели фотографии. Фотографии фантастические. Вот, собственно, по условиям видимости что-то напоминает эту комету. Мы должны обязательно показать эту фотографию. Макнаут — это австралийский любитель астрономии, какой-то фантастический первооткрыватель. Бог знает, какого количества комет. И астероидов. Ну, и астероидов. Но это было замечательно. Жаль, что только в южном полушарии она была видна в основном. Ну, и, собственно, к вопросу, где и когда она будет видна. А, это прогноз. Это уже точная орбита. Мы её хорошо знаем. В отличие от блеска, направление движения кометы довольно хорошо прогнозируется. Не идеально, я бы сказал. Но на ближайший прогноз времени. И, собственно, в октябре 2024, в середине, она появится на вечернем небе, где-то под созвездием змеи, и пройдёт через змею носа. Это позволит хорошо её наблюдать на средних широтах России, поэтому у нас она будет видна хорошо. Тут показана орбита, как она будет пролетать. Она пролетит рядом с орбитой Меркурия. Сейчас вот тут, да, вот так вот с этой плоскости лучше видно. И вскоре после пролёта перегили, она пройдёт рядом с Землёй. Где-то на расстоянии 70 миллионов километров, если мне не изменяет. Ну, она не будет угрожать, но будет радовать нас своей яркостью. Да, это редкое явление. Но это надо ожидать. А что ещё интересного нас ожидает? Давайте посмотрим из ближайшего. Я вот помню, что у нас в декабре этого года будет уникальное событие покрытие батальгейзы астероидом. А батальгейзы это у нас самая яркая звезда Ариона. Мы про неё сегодня говорили, да? Яркая красная звезда в Арионе, Альфа Ариона. Произойдёт это в ночь с 11 на 12 декабря этого года. Нынешнего года. Да, и полоса пройдёт, вот тут если вам... Это тень. Это тень, да. От астероида, как она будет идти. А будет она идти от Каспийского моря до Майами. Через Италию и в Атлантику. Да, и самое интересное, что она пройдёт как раз через северную часть Турции. То есть на фоне Бетельгейза для наблюдателя на Земле пролетит астероид. Почему это интересно? Ну, почему это интересно? Дело в том, что вот давайте посмотрим, как это выглядит. У меня есть такая вот анимация, показывающая покрытие астероидом. Тут совершенно звезда погасла, да? Да, а так и будет. Астероид её полностью закрыл, да? Да, падение блеска составит 10 звёздных величин минимум. А что это до и после маленькие печати? А вот это очень интересно. Дело в том, что у этого астероида, оказалось, есть кольца. Это транснептунный объект. То есть мы будем таким образом сам астероид изучать, да? Да, мы сможем изучить его окружение. Вот ещё пример покрытия. Посмотрите. Покрытие показало, что по правде не один астероид, а два. А вот эти отдельные следы — это люди, которые наблюдают... Каждый человек. Каждый человек наблюдают. Каждый цвет — это определённый человек. Подожди, значит, это заранее какая-то разработанная программа. Астрономы выстроились в ряд, да? Перпендикулярно направлению этой тени. И каждый смотрел, вот как долго происходит покрытие. А кто организует такие наблюдения? Есть международная организация. Это европейская организация покрытий, тайминга наблюдения покрытий. Её можно найти по словам... Я думаю, мы выложим ссылки на эти организации, и каждый желающий может найти. И для этого ничего особенного не надо, да? Бинокля, я думаю, достаточно. Секундомер. Секундомер. Ну, секундомер сегодня в любом не проблема. Но рекомендации этой организации, конечно, наблюдать не глазом, в первую очередь, а записывать на видео. Потому что человеческий глаз, он может ошибку допустить, а видео вы всегда можете пересмотреть. И там есть метки времени на кадрах. Конечно, конечно. Поэтому лучше всего делать видеозаписи. В дни моей молодости мы примерно такие же наблюдения проводили, но тогда у нас была кнопка в руках и такой здоровенный, механический, часы, грубо говоря, механические, которые отмечали время, когда мы эту кнопку нажимали. Теперь всё проще. Ну, и вот более подробно, где будет проходить относительно вблизи от России, мы видим, что пройдёт по Азербайджану, недалеко от Баку, Армении и северная часть Турции. Ну, судя по прогнозу погоды, благоволит всё-таки северная часть Турции. Когда это будет? Какого часа? Это будет в ночь с 11 на 12 декабря. Погода, наверное, не очень будет. Ну, вот выбора у нас, к сожалению, нет. Попросить астероид пролететь в другое время года. Мы планируем выезд сами в северную часть Турции. Дело в том, что тут огромное количество автомобильных дорог, и можно быстро перемещаться, где наибольшие условия. Хорошая погода, да? Да, мы будем смотреть прогноз погоды и охотиться за дырками в небе. Здорово. Вот вам и любительская астрономия. Я напомню одну историческую байку, но это правда. Один из моих учителей, Пётр Григорьевич Куликовский, давным-давно, ещё в 49-м году, написал книжку. Назвал её, вот Пётр Григорьевич, вот, кстати говоря, его фотография у меня где-то припрятана. Вот он, он преподаватель, астроном, МГУ, ну, в общем, один из тех, у кого я учился. Он написал книгу для любителей астрономии, чтобы как-то немножко собрать воедино всё, что им интересно. Назвал её «Справочник астронома-любителя», подразумевая, что есть астрономы-профессионалы, а есть любители. Вот для профессионалов этот справочник слишком лёгкий, неинтересный, а для любителей как раз. Оказалось, что его справочник через несколько лет лёг на стол каждому профессионалу почти, в нашей стране, по крайней мере. Потом его переводили на многие языки. Следующее издание Пётр Григорьевич назвал уже иначе. Справочник-любителя астрономии, подразумевая, что профессионал, он тоже любит свою науку. Все любят, кто смотрит на небо. И действительно, ты пользовался этим справочником, и я им пользуюсь. Вот Петра Григорьевича уже нет, последнее издание этого справочника я редактировал в память о моём учителе, и он до сих пор актуален, хотя, конечно, электронные системы позволяют более динамично как-то знакомиться с тем, что вам нужен. Но интернет сегодня есть, а завтра нет, а бумажная книга всегда на полке. Вот вам и любители. Все мы любители астрономии. И профессионалы, и непрофессионалы, но такого высокого уровня, как Стас Короткий. Спасибо большое, Станислав. Я много нового узнал и опять заразился вот этим духом смотреть на небо. Честно говоря, в последние годы я больше смотрю на экран компьютера или на бумагу, которая рядом со мной. Бумага такая вот надёжная вещь, но на ней я ничего нового, неожиданного никогда не увижу. А глядя на небо, ты всегда не знаешь, что будет в следующую минуту, что ты откроешь, и это, конечно, возбуждает. Спасибо тебе большое. Спасибо. Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдём друг друга в космическом вакууме. Субтитры сделал DimaTorzok